С вашего позволения, я хочу пригласить к нам в прямой эфир. Ближайшие 30 минут, уважаемые друзья, мы продолжим разговор о платформе MySport. И к нам присоединяется ведущий эксперт лаборатории интеллектуального транспорта Центра когнитивного моделирования МФТИ Виталий Безуглый. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я инженер компании Huawei. И, соответственно, я сейчас начну, введу этот проект и дальше Виталий уже продолжит его. Соответственно, в данном проекте компания Huawei предоставила МФТИ оборудование, оборудование Ascent и сервера с графическими картами для тестов нашего фреймворка MySport. Соответственно, наша задача была предоставить оборудование и базово его настроить и помочь Виталию максимально быстро и легко въехать в эту тему и начать уже свои научные исследования и тесты. Поэтому я, наверное, передаю слово Виталию, и он уже более подробно вам расскажет суть этого проекта. Спасибо. Спасибо, Андрей. Так, добрый день, меня зовут Безуглый Виталий, я работаю в лаборатории интеллектуального транспорта МФТИ в команде Дмитрия, который выступал здесь ранее. Работаю над задачей локализации интеллектуального транспорта роботов, в частности, построения семантических карт. И в рамках этого воркшопа я бы хотел поделиться нашим опытом, опытом своим, нашей команды по разработке моделей и обучению моделей компьютерного зрения на фреймворке MySport. В рамках данного воркшопа мы поговорим про установку Минспор. А, да, здесь на слайде представлен QR-код, вы можете по этому QR-коду найти презентацию в онлайн-режиме и следить там, если вам будет удобнее или смотреть видео. В презентации есть видео, вам будет, возможно, удобнее смотреть их у себя. Итак, мы поговорим про установку Минспор, про разработку моделей, где их найти, что с ними делать и как переходить на Минспор с других фреймворков. Рассмотрим процесс обучения моделей, как его запускать, как за ним следить, визуализировать. Рассмотрим некоторые преимущества и особенности Минспор и сравним результаты обучения моделей на Минспор и на как-то с результатами из статей и открытых репозиториев. Итак, установка Минспор очень простая, но немножко сложнее, чем просто написать PIP install Minspor. Самый простой и правильный способ установить Минспор нужно зайти на официальный сайт и открыть страничку инсталляции. Тут есть такая панель, которая позволяет выбрать версию Минспор и выбрать нужное вам окружение. То есть вы будете работать со сцентами, с GPU, с обычными процессорами, выбрать операционную систему, язык Python и так далее. Собственно, дальше есть небольшой пример, как мы это делаем. Вот, собственно, прямо с этого слайда можно перейти по ссылке, открыть сайт Минспор, увидеть вот такую замечательную панельку. Здесь можно выбрать версию. Про выбор версии, ага, он все-таки его выключает. Хорошо, про выбор версии можно сказать отдельно. Сейчас существует две версии Минспор 1.5.0 и 1.3.0. 1.5.0 вышла относительно недавно и в ней присутствуют многие операторы, которых не было в 1.3.0, которые необходимы для обучения, например, вот мы можем сказать про свой опыт, да, для обучения моделей сегментации, например, Billinear Resize, которого в реализации 1.3.0 не было для GPU. В 1.5.0 он появился. Но иногда с 1.5.0 еще бывают ошибки при установке и так далее. В таком случае, возможно, будет удобнее установить 1.3.0 или воспользоваться установкой в Docker контейнере. Далее об этом подробнее. Собственно, сейчас мы выберем 1.3.0. Вот тут для различных платформ, на которых можно обучать, да, использовать Минспор, есть разные версии, то есть доступны разные версии установки, то есть через PIP, через CONDU, через source code. Вот мы сейчас проверяем, что у нас стоит GPU, поэтому мы и проверим версию Python, который у нас установлен. У нас установлен Python версии 3.7.5, да, поэтому мы выберем соответствующую конфигурацию. GPU 11, куда. И, соответственно, дальше просто нужно скопировать ссылку и вставить ее в свой терминал. Здесь отдельно специально вставлена пауза. Хочу упомянуть установку в Docker контейнере, потому что у нас есть, как вы видите, команда для установки довольно длинная. Она не просто PIP install mainspore, потому что эта команда по умолчанию установит вам версию для CPU процессора и может удивить вас тем, что она не знает, что такое Ascend, да, и тем более GPU. Соответственно, чтобы установить версию, которая работает именно с GPU или именно с Ascend, нужно вот пройти вот по такому маршруту. И, соответственно, в Docker контейнере, вот можно нажать кнопочку Docker, он позволит вам, даст вам название контейнера, который нужно к себе скачать, чтобы запустить mainspore. В этом контейнере будут установлены все зависимости, кроме непосредственно mainspore, поскольку его существует именно три версии для этих платформ. Наверное, в будущем их объединят в одну, но пока для удобства их разработки обновления ускоренного, вот они сейчас по отдельности, поэтому при установке через Docker контейнер нужно отдельно скачать Docker контейнер и в нем уже повторить весь процесс установки. Собственно, дальше мы копируем команду, да, вставляем ее в терминал и запускаем процесс установки. Происходит довольно быстро. И далее мы проверим, что все установилось правильно. На этой же странице установки на официальном сайте mainspore есть специальная команда, да, для того, чтобы запустить внутренний скрипт mainspore для проверки того, что все вычисления происходят корректно. Иногда этот скрипт позволяет выявить, что что-то пошло не так, до того, как вы запустите свою модель и, не знаю, сэкономить время на этом. Собственно, на этом все. Mainspore установлен. Собственно, что дальше, да, у нас есть фреймворк, что с ним можно делать. Ну, помимо того, что можно писать собственные скрипты, пользуясь обучающими страничками на официальном сайте, да, или API, документацией очень подробной и интересной. Можно использовать готовые для использования модели с высоким, высокорвневым интерфейсом, да, просто написать, скачай мне резнет с таким-то количеством слоев, и вы получите предобученный или не предобученный резнет в одной строчке кода. Также вы можете воспользоваться Mainspore Hub, да, где будет, вы можете найти исходные коды моделей, да, самых популярных и известных, и скрипты для того, чтобы их обучить с нуля, да, для того, чтобы до результатов, которые представлены в статье или даже лучше. И, да, последний вариант. Можно перенести свои модели с PyTorch или Tenderflow, используя специальный раздел на сайте, да, где есть таблица соответствия операторов, чтобы проще было искать. Они, в принципе, очень похожи, но на всякий случай ей рекомендуют использоваться. Или даже воспользоваться специальным скриптом, который называется MineConverter, который позволяет в автоматическом режиме перенести ваш скрипт, вашу модель с PyTorch или Tenderflow версии на MainSpore. Далее мы рассмотрим, да, у нас в следующей части презентации, вот мы сейчас говорили в общих словах, сейчас мы рассмотрим конкретные три модели. Это ViderizNet, SSD Lite, Mobile VNet 2, FPN и DeepLab V3+, с которыми успела поработать наша команда. И на их примере, конкретно на примере ViderizNet мы рассмотрим процесс поиска модели на официальном сайте, на официальном репозитории MainSpore, установки его, запуска обучения и визуализации процесса обучения. И на всех трех моделях мы посмотрим на результаты процесса обучения, сравним перформанс моделей, да, качество метрик, которые вот про то, что я упоминал, сравним их с статьями официальными и сторонними репозиториями. Итак, разработка, да, я думал это уже видео. Итак, да, структура типичного репозитория какой-то модели на официальном репозитории MainSpore выглядит следующим образом. У нас есть Redmi файл, в котором есть краткое описание самой модели, датасета, на которой она обучается и подробных примеров с тем, как можно запустить обучение, да, запустить оценку модели и приведены результаты того, как она будет исполняться. Есть раздел скрипты, в котором представлены баш-скрипты для запуска обучения в самых распространенных сценариях. Есть папочка SRC, в которой расположены, собственно, исходный код модели и сопутствующих модулей, которые используются в данном репозитории. И высокоуровневые скрипты TrainPy и ValPy, которые, собственно, собирают все эти модули в один и запускают процесс обучения так, как нужно. Далее у нас идет видеопример. Мы переходим, опять же, с этого же самого слайда на посылки в Modules. Вот, собственно, это GT. GT, по сути, тот же GitHub везде сбоку. Здесь тоже самая кнопочка Clone или Download, да, мы просто нажимаем, копируем. Вот, здесь у нас есть две папочки Official и Research. Точнее, папочек больше, но мы остановимся именно на этих. В папочке Official находятся модели, которые уже готовы к использованию, да, протестированы и считаем, что они работают идеально. И есть ниже папочка Research, в которой есть модели, которые, в принципе, работают, но их еще не настолько протестировали, чтобы включить в Official. Соответственно, если вы хотите использовать какую-то модель, открыли Official раздел, а в нем вашей модели нет, возможно, вам стоит посмотреть в раздел Research и найти эту модель там. Потому что, то есть в разделе Research очень часто находятся модели, в которых есть реализация скриптов для обучения на Ascend, но не для GPU. Но различия этих скриптов, они там очень незначительны. Можно воспользоваться примером других моделей, которые уже есть и Ascend и GPU, и воспользоваться этими моделями так, как вам будет нужно. Итак, собственно, продолжаем. Мы открываем раздел. Да, вот здесь есть даже ниже табличка, да, в которой представлено, то есть какие модели есть, какие реализации у них есть, но, к сожалению, табличка не до конца полная, потому что, видите, мы ищем Videriz.net, и его здесь вроде бы нет. Но при этом, если мы зайдем в раздел Research, да, в CV, то этот же Videriz.net мы там прекрасно найдем и сможем скачать и воспользоваться. Да, здесь китайский, но Google Chrome умеет с этим справляться. Вот. Дальше мы посмотрим на наличие скриптов, которые нам интересны. Нам интересно, чтобы были скрипты для обучения на GPU. И здесь их, к сожалению, нет. Это заметно, потому что у них нет приставочки GPU в конце, да. Поэтому мы откроем мою версию этого репозитория. Вот я, собственно, в рамках проекта Huawei работал именно с этим и добавил те самые необходимые скрипты и модификации, чтобы можно было обучать модель на GPU. Поэтому мы воспользуемся моим репозиторием. Вот. Можете убедиться, что все честно, это действительно клон этого репозитория. Здесь уже Redmi на английском. Собственно, здесь есть все необходимые скрипты. Мы далее копируем ссылку и обычным git-клон клонируем ее себе на устройство. Да, в данном случае я указываю ветку, потому что это моя ветка, в которой я разрабатывал эту модель. Ее пока не успели добавить в официальный репозиторий. Наклонируем и получаем. Да, единственный нюанс заключается в том, что у Mainsport в официальном репозитории лежат все модели сразу. И скачать какую-то отдельно не получится. Поэтому и придется клонировать весь репозиторий разом. Он весит порядка 200 мегабайт. И, соответственно, если у вас слабый интернет, это может занять некоторое время. Зато, если вы хотите попробовать несколько моделей, вам не придется их качать по отдельности. У вас будет сразу все. Вот, собственно, мы скачали наш репозиторий. Получили вот те самые разделы, о которых мы говорили. SRC, скрипты и так далее. Сейчас мы откроем. Вот у нас тут есть. Открываем скрипт для обучения на GPU. Здесь можно посмотреть, то есть если у вас есть возможность посмотреть на исходный код, вы работаете не в командной строке, то здесь удобно посмотреть, как именно запускается этот скрипт, какие аргументы он принимает и что он потом с ними делает, чтобы иметь возможность запустить все правильно. Если у вас такой возможности нет, то, в общем-то, можно просто запустить скрипт. Вот мы переходим в папочку из скрипты. Да? А, в конечную папочку сразу переходим. Адрис знает скрипты. И там мы запустим этот скрипт просто без аргументов, и он, собственно, выдаст нам краткую инструкцию, как нам это можно запускать, какие аргументы он ждет. И иногда даже пример команды, но в данном случае просто вот какие аргументы он ждет. Вот. Да, здесь мы видим датасет, конфигурационный файл, да, лыбочку эксперимента. Вот, да, здесь мы видим, что датасет требуется, а мы его не скачали. Что делать? Мы просто открываем сайт, да, наш репозиторий, и в Redmi находим описание датасета и как его скачать, какой датасет используется, какие папочки для него нужны. Да, вот открываем, скачиваем, смотрим на структуру. Далее у нас ускоренный процесс его установки, поскольку это занимает какое-то время. Ну, в конечном счете я даже отказался от этой идеи, потому что датасет у меня есть, а соединение было не очень быстрым. Вот, собственно, мы делим то, что сейчас скачали, и воспользуемся тем, что у меня есть уже на сервере. Переходим снова в папочку скрипты и запускаем, заново смотрим, какие нам аргументы нужны, и просто по ним пишем, что мы сейчас будем использовать. Передаем аргумент датасет, конфигурационный файл, как будет называться папка с нашим экспериментом, эксперимент лейбл, и опционально можем передать готовый чекпоинт с предобученными весами, но у нас его нет, мы сейчас не будем его передавать, мы хотим посмотреть, как модель учится с нуля. Собственно, ввели команду, запускаем обучение. Ага, нет, мы называем его демонстрационный GPU, распределенное обучение. Собственно, все, проверили, и запускаем обучение. Теперь у нас в папке со скриптами появляется папочка train parallel, в которой скопирована вся папочка для этой модели, чтобы вы потом, когда запустили эксперимент, могли иметь доступ к копии всех файлов, которые есть. И здесь есть такой длинный-длинный лог-файл, в котором сначала выводятся параметры конфигурационного файла и, соответственно, лог с номерами эпох, номерами шагов и лоссом этой модели. Собственно, модель учится, все замечательно. Теперь поговорим про специфику запуска распределенного обучения на GPU и на асцендах. Для того, чтобы запускать распределенное обучение на GPU, Минспор использует библиотеку MPI, MPI Library. И для того, чтобы запустить распределенное обучение, нужно всего лишь воспользоваться командой MPI run. Она уже включена в shell скрипты. Соответственно, просто если вдруг вам понадобится запускать пай скрипты отдельно, вручную, надо иметь в виду, что для распределенного обучения нужно использовать команду MPI run. И, опять же, аргументы для нее можно посмотреть в тех же shell скриптах. Соответственно, поскольку MPI довольно развитая библиотека, то здесь все просто, она берет все на себя, и нам нужно просто запустить этот скрипт. Со асцендами немножко сложнее, по крайней мере, на данный момент. Соответственно, Минспор использует собственные скрипты и собственные наработки для обеспечения взаимодействия между параллельными процессами. Соответственно, пока есть некоторые ограничения для того, чтобы запускать распределенное обучение именно для асцендов. То есть здесь эти ограничения заключаются в следующем. Нужно запускать процессы по отдельности. То есть для каждой видеокарты мы запускаем отдельный скрипт, передаем ему номер, и в этом окружении указываем, какой номер устройства он будет использовать. И логан записывает свою отдельную папочку. Также для того, чтобы запустить обучение на асцендах, нужно передать скрипту так называемую rank table, в которой описано, где и как находятся наши вычислительные устройства, наше NPU в виртуальном пространстве сервера. То есть на самом деле ничего сложного, она выглядит немножко страшно, но поскольку большая часть IP-адресов и ID-шников в виртуальном пространстве, ее можно просто скопировать с инструкции на сайте. И все, что вам нужно будет указать, это сервер ID, который в верхней строчке есть. Сервер ID — это вот, собственно, ID сервера, на котором вы обучаете. Но поскольку, если вы обучаете, например, на локальном сервере, или подключили к серверу и на нем запускаете, то вы просто указываете localhost, и все будет работать. Далее. Собственно, рассмотрим процесс визуализации обучения. У Mainsport для этого есть встроенный инструмент, называется Made Insight. Точнее, инструмент не совсем встроенный. Там есть отдельная часть этого инструмента, который отвечает за непосредственную визуализацию результатов. А в сам Mainsport интегрирована система, которая записывает для него соответствующие файлы, лог, которые он уже будет отрисовывать. Made Insight можно использовать для самых разных вещей. Помимо визуализации процесса обучения, он подходит также для сбора гиперпараметров, отслеживания, как меняются гиперпараметры в разных экспериментах, оптимизации перформанса. Он позволяет визуализировать логи профайлеров GPU и асцендов и показывает очень интересные графики и логи. Можно использовать также для подбора гиперпараметров в автоматическом режиме. Ну и, соответственно, для отладки всевозможной. В данный момент мы поговорим просто про визуализацию процесса обучения, потому что времени у нас не так много. Собственно, для того, чтобы запустить элементарный самый режим, нам достаточно использовать две с половиной строчки кода, то есть установить Made Insight, как здесь показано, с помощью просто pip install, импортировать сам реколлектор, специальный кулбэк, который будет нам все логировать, и включить его в из-за функции model train. Потом запустить Made Insight и любоваться результатами. Далее у нас есть небольшой пример, как это работает. А, пример будет, но чуть позже. А это не он. Хорошо. Вот он. Был. Прошу прощения. Это было видео. Должно было быть видео. Хорошо. Собственно, здесь, там было видео, в котором было подробно рассказано, как именно происходит процесс обучения. И, собственно, мы в нем прошлись по тем же шагам, которые здесь представлены. И дальше мы рассмотрим, как именно это работает. То есть у нас в Mind Spore установлен интегрированный оператор, который позволяет записывать специальные файлы в специальном формате loss. Ну, не только loss, а те параметры, которые мы захотим визуализировать. А дальше мы просто передаем Made Insight в качестве параметра ту директорию, в которую мы записываем эти файлы, и он их будет визуализировать. Да. Хорошо. Прошу прощения, а у вас есть возможность запустить видео с помощью… Потому что это должно быть видео. Мы только что все просматривали, это было видео, нет? Хорошо. Соответственно, давайте так. Я помню, что там примерно происходит, а вы посмотрите онлайн-версию презентации, на которую у вас была ссылка. Собственно, мы в этом видео рассматриваем, мы скачиваем тот же самый репозиторий, только на этот раз на сервер на Ascend, да, и запускаем процесс обучения. Для этого мы повторяем все шаги, которые были указаны на предыдущем слайде. Это довольно просто. А затем запускаем процесс обучения, да, и передаем… Ну, собственно, я уже все это проговорил, поэтому идем дальше. Для того, чтобы… Но Made Insight поддерживает не только вот такую работу из коробки, он поддерживает также тонкую настройку под то, что вам нужно, и для этого есть несколько вариантов. Вы можете изменить параметры самореколлектора, вы можете добавить специальные операторы в граф вычислений, чтобы посмотреть, например, на изображения, которые получаются в промежутке. Да, ну, то есть на промежуточных шагах обучения посмотреть на картинки, которые есть. Ну, мы говорим про картинки, потому что мы работали с моделями компьютерного зрения. Или даже написать собственный callback, который даст вам практически полный контроль над тем, что вы получаете. Да, то есть как предобработать параметры, как их записать и так далее. При этом интерфейс представлен рядом. Этот callback пишется очень просто. У него есть всего лишь несколько функций, которые нужно переопределить, и все будет работать красиво и здорово. Да, здесь представлен скриншот, в данном случае скриншот того, как это выглядит. Здесь видно, что мы, можно посмотреть на строчку, например, 194. В строчке 194 мы инициализируем переменную summary savedir, в которой мы указываем, в какой директории мы будем сохранять наши логи. В данном случае здесь есть, вот она расположена внутри if, потому что для того, чтобы сохранять логи для распределенного обучения, madeinsight также требует, чтобы разные девайсы сохраняли логи в разные папки. Поэтому мы создаем summary savedir на основе шаблонов, в который мы передаем также номер девайса и getRank, чтобы узнать, какой именно это был девайс, результат функции. А в строке номер 308, по-моему, model train, мы передаем callback. В callback мы его добавили чуть раньше, в строке 195. Прошу прощения. О, да, это все-таки видео. Да, мы посмотрели, как это добавляется в примере. Ага, это то самое видео, которое я пропустил. Но, к сожалению, на него нет уже времени. Я, по идее, постарался рассказать. Да, здесь мы можем посмотреть, как происходит запуск madeinsight. Прошу прощения. Да, вот мы запустили обучение. Проверяем, что оно действительно идет. Это запуск обучения уже на асцендах. Нас предупреждают, что мы используем смешанную точность, поэтому некоторые операторы кастуются от float32 до float16. Эти предупреждения так и должны быть. Вот смотрим в презентацию. Открываем директорию, в которой у нас сохраняются логи. И вызываем madeinsight по указанной команде. Собственно, запускаем. Он запустился успешно. И Visual Studio нам даже предлагает открыть его в браузере. Собственно, открываем, смотрим, что получилось. Вот такой интерфейс в веб-версии. У нас, собственно, отдельные разделы для разных девайсов. Здесь скрываем training dashboard. И здесь вот видим графики скаляров, распределение параметров модели, data sampling, те самые промежуточные картинки. Граф с обработкой данных в процессе обучения. Графики с различным функционалом для удобства анализа процесса обучения. И даже есть граф обучения. Вот это у нас распределение параметров. Такие красивые диаграммы. И вот граф вычислений, который на инструкции выглядит очень красиво, а у нас выглядит не очень красиво. В принципе, все правильно, но как-то неинтересно. Чтобы посмотреть более интересную версию, там нужно включить еще один параметр и указать еще одну директорию, который отключен по умолчанию для ускорения модели. Потому что сохранять граф вычислений – это довольно дорого. Он по умолчанию отключен. Как именно его включить, есть в расширенной версии видео, ссылка на которую есть в онлайн-презентации. А здесь мы посмотрим на результат того, что мы сделали. И посмотрим на то, как выглядит граф вычислений для VideresNet. Вот такой очень масштабный, очень красивый граф, очень подробный, в котором можно детально изучить, что где и как происходит. И может быть полезно при процессе отладки или разработки. Идем дальше. Здесь кратко поговорим про различные преимущества и особенности main-sport. Вот то, о чем коротко упоминал Дмитрий, что можно переключаться между контекстами выполнения. Можно менять режим графа вычислений от статического к динамическому. Тот самый статический граф, который есть в Centerflow, который позволяет улучшать перформанс модели, более быстрое обучение, более быстрый перформанс. И есть динамический граф, в котором можно более удобно отлаживать модель, поскольку он предполагает динамическое вычисление графа и более детальную информацию об ошибках, примерно так, как это происходит в PyTorch. И, собственно, как было видно на слайде, для того, чтобы переключить этот режим, нужно изменить всего лишь одну переменную, которую мы перейдем в SetContext. GraphMod или PyNativeMod. Гибридная параллелизация. То есть здесь та же самая схема с распределением данных, а в MindSpore также поддерживается гибридная параллелизация. То есть мы распределяем не только данные, не только копируем модели между различными девайсами, а также можем распределять модели между устройствами, что бывает очень полезно, поскольку модели сейчас очень большие и тяжелые, и не всегда есть возможность обучить одну модель, положив ее целиком на устройство. Для этого или можно, но тогда очень... Модель устройства будет использоваться очень эффективно. И вот гибридная параллелизация, она объединяет распределение данных, распределение слоев модели для увеличения перформанса, для ускорения обучения и для более эффективного использования видеокарты. Причем в MindSpore это включено... То есть она используется нативно, она встроена в сам MindSpore и позволяет автоматически подбирать параметры распределения и не думать о том, как именно это происходит. Вы можете просто включить и пользоваться. Следующее преимущество — это смешанная точность. Это не особенность MindSpore, но при этом здесь она также включена как автоматическая функция. Вы можете просто передать пару параметров в класс модели, и у вас будет автоматическая смешанная точность. Используется смешанная точность. Очень полезный инструмент, который позволяет использовать меньше памяти при обучении моделей и как-то гораздо быстрее обучать, большим бачом, эффективнее использовать память видеокарты и при этом незначительно влиять на точность модели. Далее мы сравним результаты перформанса модели. Собственно, WiderizNet. Здесь вы видите две таблички. Одна с официальным репозиторием и одним из сторонних репозиторий, в котором лучшие результаты на GPU, на Safari. Здесь это обучение WiderizNet и результаты обучения на MindSpore. Здесь видно, что, во-первых, обучение на MindSpore как на Ascend, так и на GPU позволяет достичь результатов не хуже и даже лучше по точности. И здесь можно сравнить скорость обучения на GPU и на Ascend. Здесь немножко некорректные цифры, поскольку у нас использовались не самые лучшие GPU. Это GPU NVIDIA RTX 3090. В то время как у Ascend это Ascend 910, который очень мощный, но все равно соотношение будет именно в пользу Ascend. Далее перформанс на SSD. Здесь видно, собственно, те же самые цифры. Да, у нас есть результаты из статьи 22% Min Average Precision и 23,3% для Ascend и для NVIDIA. И также представлена скорость обучения, ну, то есть сколько времени занимало один шаг обучения, сколько времени занимало полное время обучения. Результаты на DeepLab V3+. Да, вот если вернуться назад, то WiderizNet это была модель просто классификации изображений. Да, из цифра, там, 32 на 32 пикселя, очень простая задача. Вот это задача сегментации объектов в реальном времени. Да, и дальше у нас идет DeepLab V3+. Это модель уже, а нет, предыдущая была детекция, а это сегментация, семантическая сегментация моделей в реальном времени. И также и Ascend, и GPU на MindSport показывают не худшие, даже во многом лучшие результаты, чем результаты обучения модели на TensorFlow. Дальше у нас, собственно, примеры работы. Вот это та самая SSD Lite, которая детектирует объекты в реальном времени. И пример работы DeepLab V3+. Спасибо большое за внимание. К сожалению, времени на ответить на ваши вопросы уже не осталось. Но здесь на слайде представлена моя почта и почта коллеги из Huawei. И, собственно, еще раз QR-код на данную презентацию, в которой есть ссылка, в которой, опять же, это можно даже и скопировать, а не переписать. Есть ссылка на расширенную версию видео. И будет здорово, если вы ее посмотрите и зададите свои вопросы, если появятся. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...